Всем привет, меня зовут Василий Прокофьев, и вы снова находитесь на моем канале. Сейчас я иду на индивидуальную тренировку по пилатесу и возьму вас туда с собой. Поехали! Это, кстати, кадры с моей первой тренировки. Наша иностранка Оливия и Нельсона Дода уже ходят с ноября, и вот теперь я к ней тоже присоединился. Мы ходим или вместе на парную тренировку, или по отдельности на индивидуальную, в зависимости от расписания. И главное, чтобы наполнение тренировки подходило нам обоим. И теперь перейдем непосредственно к моей тренировке. Зал находится буквально в 5-7 минутах ходьбы от гостиницы, так что это максимально удобно. По пути наверх на эскалаторе обязательно потянуть икры, и вот уже пришел. Особенно нравится такое построение домов, где ты не всегда можешь понять, на первом-то этаже или нет. Вот она мини-студия, 4 реформера. Здесь еще отдельный зал. Мой главный запрос это как можно больше уделять внимание подвижности грудного отдела позвоночника, и чтобы в тренировке было максимальное количество прыжков. По прыжкам причины две. Во-первых, даже несмотря на то, что сейчас с приходом плой-офф я играю на тренировках, то есть мне нужно исполнять роль иностранца другой команды, а точнее иностранки. Но тем не менее, из-за игр и переездов такие тренировки только получаются 4 раза в неделю. Поэтому и здесь я хочу добавить различные вариации прыжков, чтобы восполнить вот тот недостающий объем. И вторая причина здесь, я могу больше сконцентрироваться на том, как быстро я могу включать мышцы кора во время своего прыжка, что на площадке позволит мне лучше сопротивляться контакту, когда я выпрыгиваю. Но, пожалуй, для объяснения этого всего нужно отдельное видео. Итак, в тренировке у нас есть разминочная часть, где мы больше уделяем внимания подвижности, как в этом видео, и работе мышц кора, чтобы после этого уже перейти непосредственно к упражнениям, которые включают в себя прыжки. Простой пример, как это упражнение может быть применимо к баскетболу. Представьте ситуацию, когда вы проходите справа под кольцо, прыгаете справа ноги и пытаетесь завершать правой рукой. Если вдруг навстречу вам прыгает защитник, который хочет накрыть ваш бросок, то в воздухе после контакта вы должны стабилизировать свое туловище, чтобы не потерять баланс и забить мяч. Для меня это новая активность, которая еще заставляет дополнительно работать мозг. Потому что, к примеру, перед этим агрессивным шагом вверх мне нужно напрячь пресс и опустить ребра вниз. И потом уже сделать хороший быстрый шаг. И поверьте, не всегда это сделать просто, именно качественно. В голове ты осознаешь, какая должна быть последовательность, но на деле это не так. Плюс для меня такие тренировки по пилатесу – это как новая, слегка другая нагрузка, которую до этого мой организм не испытывал. А если вы, например, совсем новичок, не знаете, что такое брейсинг и так далее, то занятие пилатесом как минимум позволит вам чувствовать себя сильнее. Это, кстати, то, что и произошло с Оливией, когда она начала заниматься. Выглядит достаточно уютно и хочется здесь просто после тренировки оставаться, посидеть, растягиваться, что-то еще поделать. Тренировка закончилась, была на полтора часа. На самом деле на индивидуальных очень много успеваешь сделать. До этого обычно вместе ходил с Оливией. Это иностранка в нашей команде из женской NBA. Она начала ходить на пилатес практически сразу с момента, как приехала сюда, с ноября. И у нее было где-то порядка 23 тренировок уже. У меня пока это только третья. Если мы говорим про пилатес для баскетболистов, то пользу на самом деле в нем вижу большую. Именно по этой же причине еще, когда я был в препскул и в колледже в Штатах, я занимался йогой. И специально покупал DVD с йогой Кента Катича. Это тренер по йоге, который работал с многими игроками NBA. И он сделал такую свою серию йога для баскетболистов. И здесь также и пилатес можно ориентировать под баскетбол. Просить инструктора давать какие-то упражнения чуть больше. Давать ему какой-то обратный отклик, так скажем. Чтобы она понимала, что именно нужно тебе. Потому что она, например, никогда не играла в баскетбол. Если я смогу дать чуть больше понимания, какие движения могут быть перенесены на баскетбол. Как они помогают игроку лучше почувствовать конкретную ситуацию. То ей будет проще построить тренировку. И поэтому, когда мы приходим вместе с Оливией. Она говорит, например, что она хочет больше на пресс или больше на ноги. С моей стороны, запрос больше именно по движениям. После тренировки попросил инструктора показать место рядом с залом, где она любит есть. И вот. Уже тут жду, пока мне приготовят обед. Подождать решил на улице. И как только сел на солнце, мне сразу посетители с соседнего стола, которые сейчас уже ушли, которые сидят в теньке, сразу все начали говорить, давай садись к нам, зачем ты сидишь на солнце. Вышел официант, тоже говорит, садись в тенек. То есть вот так. Китайцы всегда скрываются от солнца. Это вполне нормально. А мне наоборот хочется посидеть вот именно. Погреться, получить свой витамин D. Теплая вода обязательно, чтобы разогреть желудок. Обед принесли. Поливаем. Жалко, что камера не передает запахи. Очень вкусно. На следующий день у меня тоже была тренировка по пилатусу, поэтому держите еще несколько минут. Тренировочная атмосфера. Пришел на 10 минут пораньше, а инструктор готовится к нашему занятию. И это, конечно, не может не радовать, потому что именно такой подход и должен быть. Начало стандартное, больше работа на подвижность, особенно грудного отдела позвоночника, как можно больше ротации. И затем уже переходим к основной части тренировки, то есть к прыжкам. За тренировку выходит порядка 500-700 прыжков из самых разных положений. Плюс, за время наших тренировок, моя задача найти тот набор из 5-7 упражнений, которые в будущем я смогу делать самостоятельно, если в зале есть реформер. На мой взгляд, пилатус также может быть хорошим дополнением для профессиональных игроков в сезоне в совокупности силовой работы в тренажерном зале. Так что берите на заметку. Бонусом покажу вам, как проходит мое обучение китайскому ежедневное, помимо приложения, помимо общения с игроками, всех моих заметок и так далее, это оформление видео на китайском. То, что я знаю, я озвучиваю. И теперь дальше уже моя задача проверять, чтобы все было правильно написано. Это самое интересное, потому что в приложении, которым я пользуюсь, на изучении китайского, там и здесь сверху написано на пениине, то есть если ты не помнишь иероглифы, то можно прочитать, или пениин сразу попадается тебе в глаза. А тут вот нет. Тут вот уже совсем по-другому. То есть здесь пениина нет, тебе нужно сразу помнить иероглифы. Пока вроде все нормально. И вот неправильно одно приложение распределило, точнее распознало мой голос, или же я не в том тоне сказал, и сразу вот последний иероглиф уже другой, не тот, который нужен. Так получается, что китайский, по сути, 24 на 7, будь то общение, заметки, приложение, или вот так оформление видео. И когда ты действительно пытаешься погрузиться в эту среду, пытаешься учить, так скажем, язык, это все идет быстрее. То есть я сейчас даже иногда от себя в шоке, когда какие-то вещи я понимаю, как мне кто-то говорит, как я могу что-то ответить, как я могу сообщения написать уже в Вичате, когда приходят, не переводить их, а именно сразу прочитать, что написано, и быстро ответить также на китайском. Так что неважно, учите вы китайский, английский, абсолютно какой бы другой язык это ни был, просто ставьте для себя цель, поймите, как вам удобнее учиться, как вам удобнее развиваться в этом направлении, что вам помогает, и у вас все получится. Всем пока!